Здравствуйте. В эфире программа «О чём говорят». Ситуация с исчезновением отдельной Сбербанка в удалённых сельских поселениях беспокоят не только жителей деревень, но и региональные власти. Проблема общая для многих субъектов Федерации. Вот цифры, которые есть в открытом доступе. Только в 2013 году банк закрыл 636 подразделений. Есть о чём говорить. И мой собеседник сегодня депутат Самарской губернтской думы Гумар Валитов. Здравствуйте, Гумар Зуфарыч. Спасибо большое, что пришли. Здравствуйте. Ситуация неприятная для сельчат, во всяком случае. И продолжается она уже довольно-таки давно. Да, действительно. Если мы будем говорить о банковском обслуживании сельчан, то можно из той информации, которую мы получили. Только в течение 2014 года в сельской местности закрыто порядка 27 офисов Сбербанка России. У нас в регионе. У нас в Самарской области. Я вот за 13-й год цифры озвучил. 636 в стране закрыли. А здесь в Самарской области. Да. Проблема-то заключается в чём? Что это не первый день. Сегодня возник вопрос. Нам в Самарскую губернтскую думу поступает и поступало огромное количество писем наших избирателей, которые просят вмешаться в процесс и оказать содействие в селу, чтобы сельской местности банковское обслуживание всё-таки не сокращалось. Каким-то образом эти офисы сохранили. Я вас перебью. Я просто сюжет как-то в новостях посмотрел. По-моему, Сибирскую какую-то деревню показывали. Так там вот эта вот ситуация с офисами. Там люди говорят, занимать в 3 часа утра занимают очередь, чтобы элементарные банковские операции какие-то провести. И у нас, по-моему, то же самое происходит. Или у нас нет таких пока что? У нас тоже такие же проблемы, когда речь касается в конце месяца или в начале месяца, когда надо получать пенсию, уплачивать за коммунальные услуги, люди платят банковские проценты и так далее. В это время, конечно, огромные очереди. В райцентре, допустим, есть единственный офис. Люди там, наплыв людей. Они с 6-5 утра приходят, занимают очередя и стоят. Потратят по 5-6 часов на то, на что нормальный человек должен потратить 10 секунд. Да. И они стоят там, ругаются, проклинают, в чем свет стоит власть нынешнюю. Хотя власть к этому не имеет. Конечно, власть никакого касания к этому не имеет. Хотя банок, можно сказать, все-таки государственный, Сбербанк. Но все-таки это коммерческий банок. И возникает вопрос. Как же быть вот в таких условиях? И вот после того, как мы на свидании комитета обсудили этот вопрос, мы рекомендовали по Урскому банку, Сбербанку, по Самарской области сеть, банковскую сеть Сбербанка не сокращать. А наоборот, ставить задачу, чтобы увеличить и обеспечить доступность банковского обслуживания сельского населения Самарской области. Все-таки Самарской области более 1200 сельских населенных пунктов. И 309 только сельских поселений. И у нас на все это всего 176 офисов, где обслуживают наших, скажем, граждан, сельских граждан Сбербанк. Но кроме того, есть, конечно, и банкоматы 185. Но банкоматы, они, как правило, рядом с этими офисами. То есть, гигантское количество сельских населенных пунктов просто не имеет никаких возможностей и не обслуживается. И для сельского населения недоступен банковское обслуживание. В принципе, Сбербанк объяснил, почему это происходит. Они ускорили темпы сокращения этих отделений, переводя все больше клиентов на удаленные каналы обслуживания. А вот эта сеть в деревнях является основным генератором издержек для банков. То есть, банки говорят, банкиры, мы терпим убытки, нам это невыгодно. Но в результате, мне кажется, да, они, палка-то о двух концах, они рискуют потерять одно из самых главных своих преимуществ – шаговую доступность отделений. Конечно. Тут ведь возникает несколько проблем. Да, в сельской местности сегодня, коль скоро о удаленном доступе к банковскому обслуживанию, то здесь возникает первый вопрос. А в селах у нас есть скоростной интернет? Его просто нет. Его просто нет. Я могу сказать даже вот, я живу в райцентре Камышла, у меня с интернетом, вот я иногда получаю информацию с Самарской губернской думой, подготовки материалов, допустим, к заседанию комитета. Это же ужас. Только один вопрос загружается примерно минут 30. Так работать нельзя. Банк так работать не может. Тем более, граждане, есть сельские населенные пункты, где вообще нет интернета. И поэтому этот вопрос не решается. С другой стороны, возникает еще один важный вопрос. А как быть сегодня тем оставшимся на селе гражданам? Да, ветераны, пенсионеры, они сегодня все пенсии практически получают через банковскую сеть, обслуживаются. Нам иногда говорят, а почта, а ведь и почты нет. И почты ликвидированной. Вы знаете, о чем я думаю? Вот смотрите, вот банки говорят, они закрывают небольшие рентабельные офисы, открывают одно более крупное подразделение или будут ставить банкоматы. Но у нас есть села, где живут вообще одни пенсионеры. И которые, я боюсь, что банкоматом просто пользоваться не смогут. Конечно, не смогут. Кроме того, этот банкомат надо обслуживать. Это не так-то просто. Кроме того, еще возникает один вопрос. Вот я беседовал с несколькими работниками банковской сферы, которые сегодня работают и которые работали. Они говорят, не может быть в банковской сфере 10 и даже небольшой населенный пункт убыточный. Нет. Низкодоходность. С этим, говорят, мы согласны. А вот низкодоходные они хотят закрыть и хотят получить. А убыточным быть не могут. Во всем мире они доходные. А у нас почему-то они наоборот. Наоборот. Не может быть, говорят, убыточной. Загадочная страна какая-то получается. Да, загадочная страна. И у нас банковская система почему-то говорит об убыточности. Этого не может быть. Есть ребята, которые в банковской сфере до сих пор работают. Я с ними беседую. Они говорят, нет, не может быть этого. Да, низкодоходность. Мы с этим соглашаемся. Но ведь надо на это идти ради того, чтобы решить проблемы сельчан. Потому что село – это не только пенсионеры. Это и работающие люди. Это и продовольствие. Это и традиции, обычаи наших народов. И вообще это стержень. Согласен, сложно говорить о том, что нужно поднимать сельское хозяйство, когда у нас вот такая вот ситуация с доступом к банковской сфере. Конечно, губернатор ставит задачу перед сельчанами, обеспечит продовольствием всех жителей Самарской области продуктовым питанием, которое производится на Самарской земле. И с другой стороны, мы всю инфраструктуру постепенно сокращаем, оптимизируем, давайте так скажем грубо. И только губернатор, и президент это же говорит. И президент говорит. Я слышал, некоторые вообще говорят, саботаж получается. Да, а сельчанам как быть? Молодежь-то бежит. Молодежь сегодня, с вами я абсолютно согласен, и сельская молодежь сегодня и интернетом пользуется, и компьютером пользуется, и удаленный доступ они имеют. А когда они видят, что в деревне эти услуг невозможно получить, конечно, они бегут в город. А кто будет заниматься селом, сельским хозяйством? И вообще в селе скоро останутся пенсионеры. Это же будет абуза и для властей, а с другой стороны, это дефицит продовольствия. И село вместо творца, производителя продуктов превращается только потребитель этого продукта питания. Вы депутат Самарской губернской думы. Насколько я понимаю, дума была озабочена этой проблемой. Собирались и письмо писали за подписью Сазонова. Общались. Что говорят банкиры? Наши местные хотя бы. Мы не будем брать Германа Грефа, потому что, насколько мне известно, об этой проблеме и президенту страны уже доложили. И Путин сказал, что я буду с Грефом на эту тему разговаривать. И даже вроде бы Греф ему что-то там на эту тему сказал. Не будем сейчас брать федералов. Что здесь у нас на местах говорят? Да, действительно, этот вопрос. Почему? Вот я бы вам сказал, не только, значит, крестьяне пишут, мы дума занимаемся. Здесь и президент сейчас этим вопросом озабочен. Озабочен чем? Потому что сегодня нашей стране, как мы знаем, объявили определенный эмбарго продовольствия. И не только это проблема. Проблема-то связана еще тем, что у нас, в стране, президент ставит задачу о развитии экономики в целом, в масштабе страны. А для этого мы не должны создавать напряженность внутри страны. Мы должны создавать такие условия, чтобы наши люди не думали, как получить свою зарплату и где искать банк. Законную зарплату. Да, законную зарплату. А думали о другом. Как сделать так, чтобы повысить производительность труда? Как импортозамещение, то, что говорит руководство страны, решить? Вот о чем должны думать. И мне кажется, почему-то наш Сибербанк или не слушает, или не слышит, или не хочет услышать. Это для меня пока загадка. И когда мы в Думе обсуждали, на седании комитета вопрос, нам сказали, что сегодня будет решаться вопрос об оптимизации банковской системы в сельской местности Самарской области. Что под этим подразумевается? Оптимизация банковской системы. Оптимизация подразумевается. Потому, что, с одной стороны, я понимаю, когда они говорят об оптимизации, они говорят, мы закрываем вот эту сеть мелких отделений, ставим один большой крупный терминал где-нибудь. В районе 3. Да, вот она оптимизация. И кроме того, они говорят, если там возникают вопросы, мы можем мобильные банки вам направить и так далее, и так далее. Вы же прекрасно знаете, мобильный банк каждый день не может прийти, а у человека каждый день может возникнуть проблемы. Правильно ли? И тем более сегодня условия такие. Вот в сельской местности особенно это сложно. Оплата, допустим, за электроэнергию, за газ, за другие. Они теперь наши. Отделения почты, извините, я вас привью, сохранились? Вот может быть точно сделать так, как это делали 20-30, я уж молчу про 40-50 лет назад? Через отделение связи? Отделение связи тоже осталось только в райцентрах и, может быть, только в крупных сельских поселениях. Тоже оптимизирует, насколько это возможно, тоже происходит оптимизация. И это еще затрагивает еще один важнейший вопрос. Сегодня инфраструктура села, банковское обслуживание, почтовое обслуживание, медицинское обслуживание, муниципальные услуги, государственные услуги, все они отдаляются от сельчан. Допустим, на несколько районов создается межмуниципальный медицинский центр. На несколько районов создается межмуниципальный полицейский центр, межмуниципальный судебный центр, межмуниципальный налоговый центр и так далее, и так далее. Ну, межмуниципальный, судебный, там, я не знаю, это все не так страшно. А вот когда межмуниципальный полицейский, межмуниципальный банковский, это уже возникает определенные медицинские, да, опять-таки. То, что должно быть действительно в шаговой доступности. Конечно. И вот это создает огромные трудности, и поэтому нашей разговорой, вот, допустим, я часто встречаюсь студентами сельскохозяйственной академии, особенно после третьего курса, беседуюсь с ними, их знакомлю, какие мы законы принимаем, как мы пытаемся поддержать сельскую молодежь, чтобы они закрепились в сельской местности. Вот каждый раз я задаю вопрос, сколько вы собираете, сколько из вас собирается поехать в деревню работать? Вы знаете, единицы. Подавляющее большинство выпускники сельскохозяйственной академии пытаются закрепиться в городе. Это же печальная картина. Бюджет тратит деньги, готовит специалистов, а они вместо того, чтобы ехать в деревню, остаются в городе и занимаются совсем не тем, чем должны заниматься. Это очень здорово подкашивает наше сельское хозяйство, и сегодня сельскохозяйственным производством практически занимаются люди достаточно взрослые. Пожилые, если не сказать. Вот время практически у нас истекло, мне подсказывают, тем не менее, какая перспектива? Я надеюсь, я надеюсь. Вот вы пришли как парламентарий, который озабочен проблемой. Я понимаю, что этой проблемой озабочены парламентарии в большинстве регионов страны, да? Не только парламентарии, в разные структуры, потому что во многих районах и главы районов ничего поделать не могут. И руководители субъекта федерации ничего не могут сделать, поэтому в госсовете и обсуждался этот вопрос о необходимости сохранения и даже увеличения вот этой инфраструктуры села. И мы, как депутаты Самарской и Губерновской думы, постоянно будем контролировать этот процесс и надеемся, что, во-первых, мы получаем поддержку с исполнительных органов власти. Это первое. И мы надеемся, что банковские работники... Все-таки вас услышат. Все-таки услышат нас, услышат. Мы не хотим их как-то вот обидеть где-то или считать, что они не работают правильно, они делают хорошее дело, но чтобы они понимали нас, что сельчанам... В первую очередь они работают на людей. Да, на людей. А в селе живут люди, которым необходимы их услуги. Доступность банковских услуг для сельчан – это общегосударственная задача. Время подсказывает, к сожалению, почти подошло к концу. Спасибо, Гумар Зуфарыч. В любом случае, банку не стоит забывать, что сеть – одно из главных его преимуществ, поскольку многие клиенты выбирают банк именно за шаговой доступности отделения. И здесь, конечно, палка о двух концах, когда они действуют подобным образом. Спасибо вам большое еще раз. А я напоминаю, это была программа «О чем говорят». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова